Глава пятьдесят первая Он напоминал луну, которая проплывает через гряды облаков. Калаява не посчастливилась. Он даже смог разглядеть на груди Шейквишни знак Шриватса, а на шее драгоценный камень Каустубха. Калаява, но, однако, видел Господа в облике Вишну, стройного, с четырьмя руками и глазами подобными лепесткам только что распустившегося лотоса. У Господа был высокий красивый лоб, прекрасное улыбающееся лицо, подвижные брови, в ушах у Него раскачивались серьги. Он весь случился радостью. До того, как увидеть Кришну, Калаява наслышал о Нем от Нарады и теперь убедился в точности описания. Все совпадало. Знаки, драгоценные камни на Его груди, чудесные гирлянды из лотосов, лотосоподобные глаза и идеально сложенное тело. Он заключил, что перед Ним никто иной, как сам Васудева, ибо все, что он слышал от Нарады, полностью подтвердилось. Калаявана с изумлением наблюдал, как Кришна идет сквозь ряды Его воинов, без всякого оружия и пешком, а не на колеснице. Калаявана пришел, чтобы сразиться с Кришной, но даже Ему честь не позволяла пустить в ход оружие. Он решил, что нагонит Кришну и будет драться с Ним в рукопашную. Он пустился вдогонку за Ним, чтобы завязать схватку. Кришна же стремительно шел вперед, даже не оглядываясь на Калаявану. Калаявана кинулся за Ним, чтобы схватить Его, но хотя Он бежал со всех ног, Он не мог нагнать Кришну. И это неудивительно, ведь Кришну не могут догнать даже великие йоги, передвигающиеся с быстротой мысли. Поймать Его могут только те, кто идет путем преданного служения, а Калаявана не был преданным. Он хотел, но не мог догнать Кришну, поэтому Он все время оставался за спиной у Кришны. Калаявана побежал быстрее. Он думал, «Кришна, уже совсем близко, сейчас Я Его догоню», но никак не мог догнать Его. Кришна увел Его далеко в лес и вошел в горную пещеру. Калаявана подумал, что Кришна укрылся в пещере, чтобы избежать схватки, и стал Его укорять. «Кришна, я слышал, что Ты великий герой, рожденный в династии Яду, но теперь вижу, что Ты бежишь от сражения, как трус. Это недостойно Твоего доброго имени и славных традиций Вашего рода». Хотя, преследуя Кришну, Калаявана бежал очень быстро, он не мог Его нагнать, поскольку не очистился от скверной греха. В ведическом обществе каждый, кто не следовал правилам, установленным для высших сословий, брахманов, кшатриев, вайшев, или даже для сословия работников, шудр назывался млечхой или яваны. В ведическом обществе было устроено так, что те, кто считался шудрами, постепенно могли подняться до положения брахманов с помощью очистительных обрядов, называемых самскарами. В ведических писаниях говорится, что от рождения никто не является ни брахманом, ни млечхой, каждый рождается шудрой. Совершая очистительные обряды, можно возвыситься и стать брахманом. Но того, кто этого не делает, а опускается еще ниже, называют млечхой или яваны. Именно к этой категории людей принадлежал Калаявана. Оскверненный грехом, он не мог приблизиться к Кришне. Те пороки, которых избегают представители высших сословий, недозволенные половые отношения, употребление в пищу мясо, участие в азартных играх и употребление одурманивающих веществ, составляет неотъемлемую часть жизни млечх и яванов. Человек, отягощенный такими греховными привычками, не способен развить себе сознание Бога. Бхагавад-гита подтверждает, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих грехов, может посвятить себя преданному служению, то есть обрести сознание Кришны. Осыпая Кришну бранью, Калаявана вошел следом за ним в пещеру. Кришна неожиданно скрылся из виду, но Калаявана продолжал идти по пещере и вскоре увидел перед собой спящего человека. Калаявана был одержим желанием сразиться с Кришной, поэтому, увидев спящего, он решил, что это и есть Кришна. Калаявана, который так гордился своей силой, подумал, что Кришна хочет уклониться от поединка с ним, поэтому он изо всех сил пнул спящего. Человек этот спал в пещере очень давно. Пробудившись от удара, он открыл глаза и стал оглядываться по сторонам. Наконец, он увидел стоящего рядом Калаявану. Не вовремя разбуженный, он был очень зол, и когда его гневный взгляд упал на Калаявану, его глаза запылали огнем, который мгновенно испепелил нечестивого царя. Когда Махараджа Парикшит услышал о том, как сгорел Калаявана, он спросил у Шакадева Госвами. Кто был этот спящий? Почему он там спал? Как он обрел такую силу, что смог спалить Калаявану взглядом? И что привело его в горную пещеру? Так он задал множество вопросов Шукадеве Госвами. В ответ Шукадева Госвами рассказал ему такую историю. О, царь! Этот человек принадлежал к прославленному роду Махараджи Икшваку, в котором некогда родился господь Рамачандра. Сын великого царя Мандхаты. Сам он был великой душой и звали его Мучукундой. Царь Мучукунда следовал всем заповедям вет и брахманической культуры и был всегда верен своему слову. Могущество его было столь велико, что даже Индра и другие полубоги обращались к нему за помощью, поэтому он часто сражался против демонов на стороне полубогов. Главный военачальник полубогов Картикея был доволен воинскими подвигами Мучукунды, но однажды, увидев, что царь утомлен долгой борьбой с демонами, он предложил ему отойти от дел и отдохнуть. «О, царь!» сказал Картикея. «Ради полубогов ты пожертвовал всем. У тебя было прекрасное царство, которому не грозили никакие враги, но ты оставил это царство вместе со всеми богатствами и презрел собственные честолюбивые желания. Пока ты сражался с демонами на стороне полубогов, прошло много лет, и в твое отсутствие твоя жена, дети, родственники и твои советники все в назначенный срок покинули этот мир. Время неумолимо, и даже вернувшись домой, ты уже никого не застанешь в живых. Сила времени безгранична. Время обладает таким могуществом, ибо представляет самого Верховного Господа Бога. Поэтому время сильнее самых сильных. Оно способно без труда производить перемены в вещах самых незаметных, и остановить его течение не может никто. Как дрессировщик заставляет животных подчиняться своей воле, так и время подчиняет себе ход событий. Никто не может противиться высочайшей воле времени. Сказав все это Мучукунзе, Картикея предложил ему просить любую награду, кроме освобождения. Освобождение не может даровать никто, кроме Верховной Личности Бога, Вишну. Поэтому Вишну или Кришну также называют Мукундой, дарующим освобождение. Царь Мучукунда не спал много-много лет. Исполняя свой долг, он днем и ночью сражался и очень устал. Поэтому, когда полубог предложил ему выбрать награду, он не мог думать ни о чем, кроме сна. Мучукунда ответил. О, Картикея, лучший из полубогов, сейчас я очень хочу спать. Прошу, дай мне способность испепелить взглядом любого, кто потревожит мой сон и разбудит меня прежде времени. Пусть это будет моей наградой. Полубог согласился выполнить просьбу Мучукунды и, благословив его, сказал, что он сможет отдохнуть и выспаться в волю. Тогда царь Мучукунда и укрылся в горной пещере. Благодаря благословению Картикеи Мучукунда смог испепелить Калаявану одним своим взглядом. И только после этого перед ним предстал Господь Кришна. В сущности, Кришна вошел в пещеру для того, чтобы освободить Мучукунду за совершенные москетические подвиги, но он появился перед ним не сразу. Кришна устроил так, что сначала перед Мучукундой предстал Калаявана. Так всегда поступает Верховный Господь. Он делает что-то одно, но сразу достигает множества целей. Кришна хотел даровать освобождение спящему в пещере царю Мучукунди и в то же время покарать Калаявану, который напал на Матхуру. Своим поступком он достиг и той, и другой цели. Господь Кришна явился перед Мучукундой облаченный в желтые одежды. На его груди царь увидел знак Шреватса, а на шее камень Каустубха. У него было четыре руки, как у Вишну Мурти, надетая на шею гирлянда Вайджайанти достигала его колен. От Кришны исходило яркое сияние, его лицо светилось прекрасной улыбкой, в ушах сверкали драгоценные серьги. Ни один смертный не может даже представить себе, насколько он был прекрасен. Но ни одна красота Кришны пленила Мучукунду. Все мысли царя устремились к нему еще и потому, что Кришна смотрел на Мучукунду с огромной любовью. Верховный Господь Кришна старейший среди всех живущих, однако он выглядел цветущим юношей и движениями напоминал резвящегося лесного оленя. Тем не менее, было видно, что он необыкновенно силен, его власти сила так велики, что все должны трепетать перед ним. Увидев Кришну в столь великолепном облике, Мучукунду захотел узнать, кто он. «Могу я спросить тебя, мой господин?» Смиренно обратился к нему царь. «Как ты очутился здесь, в горной пещере? Кто ты? Я вижу, что твои стопы нежны, как лепестки лотоса. Как же ты мог пройти через лес, усыпанный колючками и острыми камнями? Все это так удивительно. Может быть ты сам верховный господь, сильнейший среди сильных, изначальный источник света и огня? А может ты полубог, столь же великий, как бог солнца, бог луны или индра, царь небес? Или ты правишь какой-то другой планетой? Мучукунда хорошо знал, что каждая из высших планет управляет какое-нибудь божество. Он не был невеждой, как нынешние люди, которые полагают, что только земля населена живыми существами, а все другие планеты необитаемы. Вопрос Мучукунды, не является ли Кришна властелином какой-то неизвестной ему планеты, был вполне уместен. Чистый преданный Господа царь Мучукунда сразу понял, что Господь Кришна, представший перед ним во всем своем великолепии, не может быть божеством, правящим какой-то материальной планетой. Он понял, что Кришна верховная личность Бога, являющая себя в многочисленных воплощениях Вишну. Поэтому Мучукунда решил, что перед ним Пурушоттама, Господь Вишну. Он видел также, что своим присутствием Господь рассеял царившую в пещере тьму, значит, он не мог быть никем иным, кроме Верховного Господа. Мучукунда прекрасно знал, что там, где Господь присутствует в своем божественном имени, качествах, облике и так далее, исчезает тьма невежества. Господь, подобно светильнику, способен рассеять любую тьму. И все же царю Мучукунде не терпелось узнать, кто стоит перед ним, поэтому он сказал, «О, лучший среди людей, если ты считаешь меня достойным того, прошу, открой, кто ты? Кто твои родители? Каково твое потомственное занятие и твои семейные традиции?» Тут царь Мучукунда подумал, что сначала должен назваться сам, иначе он не вправе расспрашивать Господа. Этикет требует, чтобы человек менее важный вначале представился сам, а затем уже задавал вопросы тому, кто выше его по положению. Поэтому царь Мучукунда сказал Господу Кришне, «О, Господь, позволь мне сначала представиться самому, я принадлежу к славному роду царя Икшваку, однако сам я не столь велик, как мой знаменитый предок, зовут меня Мучукунда. Отцом моим был Мандата, а дедом великий царь Юва Нашего. Я не отдыхал много тысяч лет и ужасно устал, так что едва мог шевелиться, так ослабели мои члены. Чтобы восстановить силы, я отдыхал в этой уединенной пещере, но какой-то незнакомец разбудил меня, вопреки моему желанию. За такой дерзкий поступок я испепелил его одним своим взглядом. К счастью, сейчас я смог увидеть тебя, представшего передо мной в своем величественном и прекрасном облике. Поэтому я думаю, что убил своего врага по твоему желанию. Должен признаться, мой господин, что ослепительное сияние, исходящее от твоего тела, не позволяет мне отчетливо видеть тебя. Я чувствую, что твое сияние взяло верх надо мной и лишило меня силы. Теперь мне ясно, что ты тот, кого должны почитать все существа. Видя, что царь Мучакунда сгорает от желания узнать, кто он такой, Господь Кришна, улыбаясь, ответил. О, царь, боюсь, что рассказать о моем рождении, явлении, уходе и о моих деяниях невозможно. У моего воплощения Ананта-девы бесчисленное множество ртов, и с незапамятных времен он старается рассказать все, что ему известно о моем имени, славе, качествах и деяниях, о моем явлении и уходе и о моих воплощениях, но до сих пор он так и не смог закончить свой рассказ. Поэтому нельзя точно узнать, сколько у меня имен и воплощений. Может быть, ученым в материальном мире когда-нибудь удастся сосчитать количество атомов, составляющих эту планету, но ни один ученый не в состоянии сосчитать мои бесчисленные имена, воплощения и деяния. Много великих мудрецов и святых пытались запечатлеть мои разнообразные воплощения и деяния, но так и не смогли перечислить их все. Однако, поскольку ты так жаждешь узнать, кто я, могу тебе сообщить, что я пришел на эту планету, чтобы искоренить безбожие, которому подвержено большинство людей, и восстановить заповедь религии, начертанные в ведах. Для этого меня призвал сюда Брахма, полубог правящей вселенной. Я появился в одной из семей рода Яду, мой отец Васудева, и люди называют меня Васудевой, сыном Васудевы. Знай же, что я убил Камсу, который в предыдущей жизни был известен под именем Каланеми, а также Праламбасуру и множество других демонов. Они стали моими врагами, и я убил их. Демон, который потревожил твой сон, тоже был моим врагом, и ты сделал благое дело, испепелив его взглядом. О, Мучукунда, ты, мой великий преданный, и я появился в этой пещере для того, чтобы одарить тебя беспричинной милостью. Я с большой любовью отношусь ко всем моим преданным. В прошлой жизни ты на деле доказал, что ты, мой великий преданный, и молил меня о милости. И вот я пришел, чтобы исполнить твое желание. Теперь можешь смотреть на меня сколько твоей душе угодно, и можешь просить меня о любых благословениях. Я готов исполнить любое твое желание. Есть у меня одно незыблемое правило. По моей милости исполняются все желания того, кто принял мое покровительство. Услышав слова Господа Кришны, царь Мучукунда очень обрадовался и тут же вспомнил пророчество Гарги Муни о том, что в двадцать восьмую Дивья-югу Вайвасваты-ману на землю не зайдет Господь Кришна. Вспомнив это предсказание, он понял, что перед ним верховная личность Нарайна, сам Господь Кришна. Он тотчас палкивал лотосом стопам и начал возносить молитвы. О, возлюбленный Господь, верховная личность Бога, я знаю, что все живые существа на этой планете повержены в иллюзию твоей внешней энергии и пленены иллюзорным чувствам удовлетворения, которые приносят материальное наслаждение. Поглощенные иллюзорной деятельностью, они не хотят поклоняться твоим лотосным стопам, и поскольку живые существа не знают, какие блага они получат, предавшись твоим стопам, они жизнь за жизнью страдают в материальном мире. Эти глупцы привязаны к так называемому обществу, дружбе и любви, которые не приносят им ничего, кроме всевозможных несчастьй. Погруженные в иллюзию твоей внешней энергии, все, и мужчины, и женщины, очень привязаны к материальному существованию, и все только и делают, что обманывают друг друга, живя в этом обществе обманщиков и обманутых. Неразумные люди не отдают себе отчета в том, какой великий дар человеческая жизнь, и потому не хотят поклоняться твоим стопам, они находятся во власти твоей внешней энергии, и их заворожил блеск материальной деятельности. Привязанные к так называемому обществу, дружбе и любви, они подобны бессловесным животным, свалившимся в темный колодец. В полях есть много заброшенных заросших травой колодцев. Часто бедные животные, не подозревая об их существовании, падают в них, и если их не вытащить оттуда, они обречены на гибель. Соблазненные несколькими пучками травы, животные падают в заброшенные колодцы, где их подстерегает смерть. Точно так же глупцы, не знающие о ценности человеческой жизни, растрачивают ее в погоне за наслаждениями и бессмысленно умирают. О возлюбленный Господь! Я не являюсь исключением из этого закона материальной природы. Я такой же глупец, бесполезно растративший свою жизнь. Но мое положение еще хуже, ибо, принадлежа к царскому роду, я гордился собой куда больше, чем обычные люди. Обычный человек считает себя хозяином своего тела и своей семьи, но мои амбиции были куда больше. Я мечтал стать повелителем всего мира, и по мере того, как росло мое горделивое стремление сладиться жизнью, я все больше отождествлял себя с материальным телом. Моя привязанность к дому, жене и детям, стремление к деньгам и господству над миром усиливались, переходя все границы. Я был все время поглощен мыслями о том, как преуспеть в материальном мире. Так, о Господь, я без всякой пользы прожил много из отпущенных мне драгоценных лет. Когда мои ложные представления о жизни прочно укоренились, я стал придавать непомерное значение своему материальному телу, которое в сущности не что иное, как мешок с костями, и в тщеславии своем возомнил себя царем рода человеческого. Пребывая в этом заблуждении, я странствовал по всему миру вместе со своим войском, пешими воинами, воинами на колесницах, слонах и конях. Окруженный многочисленными военачальниками, я в горделивом сознании своего могущества не замечал тебя, о Господь, хотя ты, как самый близкий друг, всегда находился в моем сердце. Я пренебрегал тобой, и в этом порог моего высокого положения в материальном мире. Полагаю, что все живые существа, подобно мне, не заботятся о духовном самопознании и, пребывая в постоянном беспокойстве, думают только, что делать дальше, как жить дальше. Порабощенные материальными желаниями мы продолжаем упорствовать в своем безумии. Но, как бы сильно мы ни были поглощены мыслями материальным, неумолимое время, которое есть одно из твоих проявлений, о Господь, безукоризненно исполняет свой долг, и, как только истекает отпущенный нам срок, ты тотчас кладешь конец всем делам в нашей материальной жизни, что подобно сну. В облике времени ты обрываешь наши дела так же неумолимо, как голодная черная змея заглатывает мышь. Даже царское тело, которое при жизни было украшено драгоценностями, разъезжало на колеснице, запряженной великолепными лошадьми, или на спине богато украшенного слона, и провозглашало себя царем среди людей, даже царское тело разлагается под действием неумолимого времени и становится пищей для червей и насекомых, обращается в прах или в испражнение. При жизни это прекрасное тело может считаться царским, но после смерти даже тело царя становится добычей животных и превращается в испражнение или сгорает дотла на погребальном костре, или же его опускают в могильную яму на поживу червям и насеком. О, Господь! Все мы находимся в полной власти неумолимого времени не только после смерти, но и при жизни, хотя несколько по-другому. Я могу быть могущественным царем, но когда, завоевав мир, я возвращаюсь домой, то оказываюсь во власти условий, диктуемых материальной энергией. Все вассальные цари могут оказывать мне почести, когда я вернусь с победой домой, но как только я войду в дворцовые покои, я стану игрушкой в руках цариц и буду вынужден ради удовольствия преподать к ногам женщин. Материальная жизнь так запутана, что прежде чем насладиться чем-либо, мы должны тяжело трудиться, так что у нас практически не остается времени и сил для мирных наслаждений. А чтобы вознестись на райские планеты, где в полной мере можно вкусить материальных удовольствий, нужно посвятить свою жизнь суровому подвижничеству. Даже тот, кто родился в очень богатой или царской семье, вынужден все время заботиться о том, чтобы сохранить свое богатство и власть и готовиться к следующей жизни, совершая многочисленные жертвоприношения и раздавая милостыню. Даже жизнь царя полна тревог, не только потому, что управление государством дело хлопотное, но и потому, что царь должен заблаговременно подготовиться к вознесению на райские планеты. Поэтому вырваться из пуд материального существования очень трудно. Только если человеку удастся заслужить твою благосклонность, по твоей милости ему будет дана возможность общаться с чистыми преданными. Это начало пути, ведущего к избавлению от пуд материальной жизни. О, Господь, только общаясь с твоими чистыми преданными, можно приблизиться к тебе, властелину материального и духовного миров. Ты высшая цель всех чистых преданных, и, общаясь с такими преданными, мы можем пробудить дремлющую в нас любовь к тебе. Тот, кто, благодаря общению с преданными разовьет в себе сознание Кришны, навсегда освободится от материального рабства. О, возлюбленный Господь, хотя я избегал общения с твоими чистыми преданными, ты столь милосерден, что, благодаря моей короткой встрече с одним из них, Гаргой Муни, ты явил мне величайшую милость. По твоей непостижимой милости я потерял все свои богатства, свое царство и семью. Не думаю, что без твоей милости я смог бы освободиться от этих пут. Цари и императоры иногда избирают удел отшельников, чтобы забыть о благах царской жизни, но я, по твоей милости, уже лишился царского сана, мне не нужно собирать подаяния и уходить от мирской жизни. Поэтому, о Господь, я молю лишь о том, чтобы отныне мне было дозволено с любовью служить твоим лотосным стопам. К этому всегда стремятся чистые преданные, которые полностью освободились от материальной скверны. Ты верховная личность Бога, и потому можешь даровать мне все, что я пожелаю, даже освобождение. Но какой глупец, угодив тебе, станет просить у тебя то, что снова сделает его рабом в материальном мире. Думай, ни один человек в здравом уме не станет просить у тебя такого дара. Поэтому я всецело предаюсь тебе, ибо ты верховная личность Бога, сверх душа в сердцах всех живущих. Ты сияние безличного брахмана. Более того, ты есть этот материальный мир, поскольку его создает твоя внешняя энергия. Итак, с любой точки зрения ты высшее прибежище для всех живых существ. И в материальном, и в духовном мире все должны искать прибежище у твоих лотосных стоп, поэтому я полностью вверяю себя тебе, о Всевышний. На протяжении многих жизней я переносил тройственные страдания, сопутствующие материальному существованию, и у меня нет больше сил их терпеть. Я шел на поводу чувств, но никогда не испытывал удовлетворения. Вот почему я хочу укрыться под сенью твоих лотосных стоп, которые даруют мир и покой, и устраняют все горести, вызванные материальной скверной. О возлюбленный Господь, ты сверхдуша всех живущих, тебе ведомо все. Сейчас я наконец освободился от скверно-материальных действий, я не хочу больше наслаждаться жизнью в материальном мире, не хочу воспользоваться возможностью и слиться с твоим духовным сиянием, и не хочу медитировать на параматму в сердце, ибо знаю, что только найдя прибежище у тебя, я смогу обрести мир и покой. Выслушав царя Мучу-кунду, Кришна ответил, «О царь, я доволен тем, что ты сказал, ты был властителем всех земель на этой планете, но я с удивлением вижу, что ныне твой ум свободен от материальной скверны, ты вполне достоин того, чтобы посвятить себя преданному служению, я очень доволен тем, что ты, хотя и мог просить у меня любой дар, не воспользовался этим и не стал просить материальных благ, я вижу, что твой ум сосредоточен на мне, и его не тревожат более гуны материальной природы. Материальных гун три. Благость, страсть и невежество. Тот, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, охвачен вожделением и жадностью, которые заставляют его искать удовольствие в материальном мире. Тот, кто находится под влиянием материальной гуны благости, пытается очистить себя от скверны с помощью разных видов подвижничества и став истинным брахманом, стремится к слиянию с бытием Господа. Но человек, который желает только одного, служить лотосным стопам Господа, поднимается над всеми тремя гунами материальной природы. Отсюда следует, что чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, всегда свободен от влияния материальных гун. «О царь!» Продолжал Господь Кришна. «Я предложил исполнить любое твое желание, чтобы испытать, какого уровня ты достиг в преданном служении. Но теперь я вижу, что ты уже стал чистым преданным, ибо твой ум более не тревожит вожделение и жадность, которыми осквернен материальный мир. Даже йоги, которые пытаются возвыситься, обуздывая свои чувства и медитируют на меня, выполняя дыхательные упражнения пранаямы, в отличие от тебя, не до конца освобождены от материальных желаний. Уже не раз случалось, что не в силах противостоять искушениям, такие йоги вновь возвращались к материальной жизни. Примером, подтверждающим слова Кришны, может служить Вишвамитра Муни. Вишвамитра Муни был великим йогом и занимался пранаямой, но когда к нему приблизилась Менака, куртизанка с райских планет, он утратил над собой власть и зачал с ней дочь по имени Шакунтала. Однако Харидас Тхакур, чистый предный Господа, остался непоколебим, даже когда его пыталась соблазнить продажная женщина. «Досточтимый царь», вновь заговорил Кришна, «Я наделю тебя особым даром, способностью всегда помнить обо мне. Тогда, где бы ты ни оказался, странствуя по материальному миру, ты не будешь осквернен гунами материальной природы». Этими словами Господь подтвердил, что человек, который действительно обладает сознанием Кришны и под руководством духовного учителя служит Господу с трансцендентной любовью, никогда не будет осквернен материальными гунами. «О, царь!» сказал Господь, «Будучи кшатрием, ты убил много существ, когда охотился или воевал. Чтобы очиститься от греха, посвяти себя бхакти-йоге и всегда думай обо мне. Так ты очень скоро освободишься от последствий своих дурных дел». Из этих слов явствует, что, хотя кшатрием разрешено убивать животных на охоте, делая это, они навлекают на себя грех. Поэтому и кшатриям, и вайшям, и брахманам рекомендуется принять в конце жизни саньясу и всецело посвятить себя служению Господу. Так они смогут избавиться от всех последствий своих прошлых грехов. Господь заверил царям Учикунду, «В следующей жизни ты станешь великим вайшнавом, лучшим среди брахманов, и тогда единственным твоим занятием будет трансцендентное служение моим лотосным стопам». Вайшнав лучший из брахманов, поскольку, не обладая качествами истинного брахмана, нельзя стать вайшнавом. Тот, кто стал вайшнавом, неустанно трудится на благо всех живых существ, и высшее проявление такого труда — это проповедь сознания Кришны. Те, кто удостоился особой милости Господа, могут в полной мере развить в себе сознание Кришны и проповедовать философию вайшнавов. Так, в книге Бхактведанты «Кришна, верховная личность Бога» заканчивается глава 51 «Освобождение мучукунде».